Про инвестиции в ПАКШ говорят очень много, и это оправдано. Но интерес вызван не этим, а тем, что мы это строим с Россией. И когда мы это соглашение заключили, Венгрия уже многие годы была членом Европейского Союза. Мы говорим о такой инвестиции, которая начинается с нуля, которую члены Европейского Союза в Венгрии намерены создать с Россией. Такого еще никто не делал, потому что в давние времена, как, например, прежние блоки ПАКШ, они были созданы раньше, и они действуют и сейчас. Но создавать что-то новое, таким образом, что мы члены НАТО, а Россия нет, что мы члены Европейского Союза, а Россия нет, что у нас есть хорошее технологическое сотрудничество, ведь первые блоки мы создали совместно. И мы говорим, что мы в таких условиях с Россией можем это осуществить. Это было достаточно храброе, на мой взгляд, предпринимательство, не только с энергетической точки зрения, но и с точки зрения сотрудничества между Востоком и Западом. Конечно, все это вызывает самые различные технические вопросы, лицензии, разрешения, предписания, бюрократическая практика Европейского Союза, то есть возникают самые разные трудности, они еще и возникнут. Мы попытаемся соблюдать графики, но это второстепенное. Я считаю, что вот это дело, которое флагманом сотрудничества между Востоком и Западом, мы должны довести до конца. Мы это осуществим, это будет нашим общим успехом, это пойдет на благо не только венгеро-российским контактам, но это модернизирует и энергетическую структуру Европейского Союза. Вот почему такой большой интерес проявляется, вот почему так много противника и вот почему так много тех, кто это поддерживает. Надежность – это очень важная валюта в современной мировой политике, поэтому наши контакты с Россией мы высоко ценим. И хотя мы относимся к разным военным союзам, но мы заинтересованы в максимализации наших совместных успехов. Интересы Венгрии однозначны. У нас есть уроки, которые мы вывели из истории, которыми мы научились благодаря истории за последние сто лет. Когда напряженность между Западной и Восточной Европой была налицо, тогда венграм всегда было плохо. А когда Запад и Восток сотрудничали, тогда Венгрии было хорошо. Так что Венгрия заинтересована в том, чтобы сотрудничество между этими двумя частями света было как можно лучше. Господин президент отметил самые главные темы, о которых мы сегодня вели переговоры. Но я хочу добавить, что в нашем сотрудничестве есть еще и своеобразная сфера, потому что обе наши страны относятся к христианской культуре. Мы считаем, что сохранение и укрепление христианской культуры в современном мире – это очень важно. И в интересах этого мы предпринимаем необходимые шаги. Мы помогаем христианам, которые подвергаются опасности. Я могу от имени Венгрии сказать, что всегда венгерские люди высоко ценили культурные достижения других народов. Мы, конечно, гордимся и своими достижениями. А Россия в этом смысле имеет огромный престиж у нас. Поэтому я благодарю господина президента за укрепление наших контактов в области культурных связей. То, что несколько дней назад на сцене Большого театра была показана оперетта, и можно было посмотреть произведение Имре Кальмана. Это честь для Венгрии, за что мы очень благодарим вас. Важная сфера двустороннего взаимодействия – энергетика. Россия обеспечивает свыше 75% венгерского потребления нефти и 60% газа. Через Венгрию идет транзит российского природного газа в Европу. Расположенные на венгерской территории подземные хранилища позволяют надежно и бесперебойно снабжать газом европейских потребителей даже в моменты пикового спроса. Рассматриваются возможности подключения венгерских партнеров к новым маршрутам транспортировки российского газа в Европу. Не исключаю, что после завершения строительства турецкого потока одно из сухопутных продолжений этого газопровода может пройти и через Венгрию. Венгерские корпорации участвуют в построении углеводородных запасов на российской территории. Например, концерн МОЛ, мы сегодня тоже говорили об этом, господином премьер-министром, разрабатывает нефтяное месторождение в Оренбургской области. Ежегодно добывает до 500 тысяч тонн нефти в год. Хорошие возможности имеются для развития российско-венгерского взаимодействия в области атомной энергии. Росатом в ближайшее время приступит к возведению двух новых энергоблоков на АЭС ПАКШ. К слову, эта атомная станция уже производит 40% электроэнергии, потребляемой в Венгрии. Это очень серьезный показатель. Ввод в строй дополнительных мощностей позволит удвоить объем выработки электричества и удовлетворить спрос венгерской экономики на годы вперед. В этой части я хочу присоединиться к премьер-министру. Это естественный был выбор, на самом деле, потому что уже часть этой электростанции работает, работает на российских технологиях. Специалисты знают, что это такое, и для них естественным делом является продолжение сотрудничества с нами. Правда, хотел бы обратить внимание на то, что это не единственный пример нашего сотрудничества в сфере атомной энергетики со странами Евросоюза. У нас такой же проект осуществляется и в Финляндии. Поэтому работа с Евросоюзом у нас продолжается, хотя конкуренция здесь большая. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!